Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого, канал Лёша Играет, и я опять не удержался и сделал небольшое видео по поводу XCOM. Точнее, сетевой игры, ещё одна стратегия победы. В прошлом видео я вам показывал как двумя мутонными берсерками, а теперь штурмовиком, полностью прокаченным и самым крутым. Но в начале, прежде чем я видео вам покажу, тут такой прикол случился, я это вообще записываю вечером в среду, 8 ноября. И вот я, в общем, записал бой, в котором я побеждаю, чтобы вам показать вот с этой стратегией, когда у нас один штурмовик и остальные 5 сектоидов. Причём штурмовик полностью там прокаченный со всеми наворотами. В общем, записал этот бой и решил ещё один сыграть. И тут игра перестала меня пускать в сетевые игры, то есть там просто все менюшки были серого цвета, именно в сетевом режиме. Ну ладно, пошёл, отдохнул, тут своими делами позанимался, вернулся, всё запускается теперь. Но мне не дают играть вот тем составом, которым я вам записывал видео. То есть, судя по всему, причём никакого патча не было, ничего, то есть, судя по всему, Фераксис как-то на лету умеет менять параметры бойцов в сетевом режиме. То есть, они ухудшили возможности штурмовика вот в этой стратегии. Ну и в принципе правильно, потому что это какой-то убер был вообще такой чувак. И вот сейчас я вам даже для примера покажу. Вот смотрите, что было. Вот у меня штурмовик из того первого боя, что я вам записал. Штурмовик Командус, пушка из неземных сплавов. Так, куда я уже выключил? Призрачная броня, 2,700 и хитиновый покров. И всего... Так, Команда, что ещё? А, я ещё добавил вместо пистолета ещё плазмопистолет. Ну, в общем, у меня много очков было. Поэтому вот. И он стоил 7,975. Вот, ещё раз. Чтоб запомнить. А теперь смотрите, боец вот из того боя, что я вам буду записывать. Призрачная броня стала стоить 4200 очков вместо 2700. Так было в первом видео, которое я вам не покажу. Призрачная броня, конечно, действительно очень крута в сетевом режиме. И Фераксис решили увеличить больше очков. Но, тем не менее, давайте смотреть. То есть, разница стала только в том, что теперь у меня меньше сектоидов поддержки. Вместо пяти их два. И нету дополнительного оружия. То есть, вместо хитиновой брони я поставил нано-броню. Но, неважно. Вернёмся к самому бою и стратегии. Значит, в чём прикол вот этой стратегии игры за суперпрокаченного штурмовика команду? В том, что мы должны найти самого крутого юнита у соперника своим штурмовиком. Убить его, а с остальными слабыми мы уже расправимся без проблем. Сиктоиды в нашем случае это разведчики, которые нам должны открыть и показать вообще, какие юниты есть у соперника. Кем он вообще против нас играет. Ну, терять, конечно, их нежелательно. Но если их будут сильно убивать, при этом открываясь нашему штурмовику, то это замечательно. При этом нам нельзя своего штурмовика раньше времени показывать, чтобы наш соперник не догадался. Желательно, конечно, уже появиться в его видимости, когда он откроется при стрельбе по нашим сектоидам. И тогда его удивить всячески. Эта стратегия не очень хороша, если у соперника 3-4 юнита бойца. То есть, например, те же штурмовики, но не так сильно прокачены, или тяжелая пехота, или поддержка. Дело в том, что хороший игрок, тогда играя вот этими тремя бойцами, то есть штурмовиком, тяжелой пехотой, всегда будет друг друга ими прикрывать. Вы без проблем сможете своим вот этим штурмовиком... Вот, кстати, видите, я вожу сейчас картку, что я слышу, где ходит мой соперник. Это не просто так. Вы когда во время чужого хода обязательно передвигаете карту на то место, где может находиться ваш соперник, чтобы подслушивать, где он перемещается. Ну так вот, если 3 юнита у вашего соперника, вот так, как я вам рассказал, то он будет хороший соперник, прикрываете ими друг друга. И вы своим штурмовиком, ладно, вы подбежите к одному, убьете его с одного выстрела. Да, в чем прелесть вот этого штурмовика, что он кого угодно будет убивать с одного, ну максимум с двух выстрелов. А у нас есть такая способность, беглая стрельба. Значит, вы два выстрела делаете и по-любому убиваете того, против кого стреляете. Но, правда, вам надо близко находиться, потому что мы играем с дробовиком. Но у дробовика самая большая поражающая способность, но надо близко находиться. Так вот, вы убиваете кого угодно, и вы можете двух убить юнитов, вот этих бойцов. Но третий, к сожалению, вас добьет. То есть, против хорошего игрока с тремя сильными юнитами эта стратегия не очень работает. А вот, например, против той стратегии, о которой я в первом видео рассказывал, она сработает замечательно. Против вот тех двух мутонов-берсерков. Или, ну против любой, вот кроме этих трех. Кстати, вот, например, вы меня спросите, а что же тогда сработает против этих трех, против которых я не рекомендую вот эту стратегию использовать. А вот те самые как раз мутоны-берсерки. Потому что уже... А вы в прошлом видео как раз и видели, что я мутонами-берсерками разбираюсь как раз с тремя юнитами. Там тяжелая пехота была, снайпер и, по-моему, штурмовик. Так, пока на ходу противника ничего не происходит, я его проматываю. Значит, в начальной стадии нам желательно увидеть соперника, но при этом, чтобы наши бойцы были в режиме боеготовности. То есть, иначе, скорее всего, мы нарвемся на юнит противника в боеготовности. Поэтому вот в начале мы тихонечко пробираемся вперед, разведывая территорию. Ну вот сейчас я спрячу, видите, своего... Вот я заметил бы, вон стоит у него сектоид за цистерной, а он меня не заметил. А я своего штурмовика спрятал так, чтобы когда у него исчезнет призрачная броня, его все равно не было видно. Так, ну а этими, раз я уже нашел его сектоида, явно он в эту сторону по этой же трассе идет. И вот, и мы здесь выставляем своих сектоидов в режим боеготовности. Вот и второй. Вот жаль, что я так... Ну, вообще, они далеко. Я не знаю. Вообще, правильнее было сейчас в режим боеготовности поставить. Ну, я решил рискнуть 25%, 1 к 4. Ну, давай попробуем убить. Ну, на самом деле, как бы, вы же понимаете, что у него тоже сектоиды. То есть, основные силы мы еще не видим. Ну, естественно, промахнулся. Радует, правда, что он, скорее всего, промахнется. А если будет бежать, то у меня вот второй сектоид в режиме боеготовности стоит. Итак, двух сектоидов мы его видим. Осталось выяснить, какие же у него основные силы. Или, может, он большим количеством сектоидов играет. Так. Видите, он пока думает, что предпринять. Я, главное, что своего штурмовика не подставил, не показал. Его никто не видит. И не знает, что... Какие у меня основные силы. Ну, видите, он задумался так хорошенько. Опа, видите, у моих сектоидов стали желтенькие щиты. Это значит, что его юнит тоже в призрачной броне обошел моих сектоидов с фланга. Ну, я не знаю, это вот чит игры или это правильно сделали? Я просто считаю правильно, что таким образом нам показывают этих призрачных бойцов. И надо правильно ими играть. Значит, мой соперник играет точно такую же стратегию, что и я. Будет прям вдвойне интересно. То есть, мы полностью в равных условиях. У него те же два сектоида и тот же штурмовик в призрачной броне. И он сейчас находится где-то либо сзади, либо сбоку от моих сектоидов. Вот сейчас дальше я придумал интересную комбинацию. Подставлю... Ну, он промахивается пока по моим сектоидам. Видите, тут война сектоидов между собой. Моего штурмовика он не увидел. Я его опять ставлю в броню. Ну, и сейчас я хочу подставить своих сектоидов так, чтобы его штурмовик захотел их убить. Что я делаю? Я решил использовать вот это слияние разумов. Помните, способность у сектоидов, когда один сектоид другому такие волны посылает, и у второго тогда увеличивается меткость и очки здоровья. Если помните, что если убить того сектоида, который посылает... Ну, вот как, кстати, мой соперник то же самое делает. Так вот, если убить того сектоида, который посылает эти лучи, то и второй сектоид тогда умирает тоже. Так вот, я вот этим сектоидом, которого явно он обошел, но где-то он рядом с ним, делаю слияние разумов, а вторым бегу вперед. Ну, я попытаюсь убить вот этого сектоида, естественно, но главное, смысл в том, чтобы убедить моего соперника, что вот тот сектоид прям без защиты, он же не знает, где у меня третий. А этим я как бы, ну, еще полезную штуку сделаю, убью другого сектоида, чем плохо. И вот теперь вопрос, примет ли он мою жертву, ну, прям как в шахматах, или догадается подождать, прежде чем увидеть мои главные силы. Вообще, конечно, когда вы играете такую стратегию, никогда не зарьтесь на слабые юниты. Вот он где, видите? Вон он где, сбоку был. Ну что, убьет моего сектоида или нет? Потому что если он убивает, то он проиграл. Ну все, вы так видите, мой соперник проиграл, не сообразил. Вот, там думает, о, я двух сектоидов сразу убил. Так вот, когда вы играете эту стратегию, никогда не занимайтесь слабыми целями. Ваша задача, только самые сильные. Ваш штурмовик должен убить самую сильную цель, потому что слабую, сколько бы их рядом не было, ну вот сектоиды наносят от 3 до 4 урона. Видите, сколько у нас очков здоровья? 17 очков здоровья. Это сколько надо сектоидов, чтобы убить? Ну все, а я его штурмовика двойным выстрелом по кеда. Все, вот и победа. Всего лишь надо было сектоида подставить, на которого мой соперник позарился, ну, разменял, считайте, штурмовика, полностью прокаченного на сектоида. Ну вот он уже подставляет явно своего сектоида, чтобы закончился бой, чтобы не выходить. Потому что тут без вариантов. Потому что, ну, если сектоид даже попадает, критическое попадание, то это всего 4 единицы урона. Вот двумя сектоидами сколько? 8 единиц урона он бы нанес. Без вариантов. Победа. Вот такая стратегия. Пользуйтесь на здоровье. Вы слышали Лешу Халецкого. Канал Леша играет.